Ассаламу алейкум! Ассаламу алейкум! Мы будем говорить не только об исламе, мы будем говорить вообще о местной специфике народов, проживающих в нашем регионе. И у нас собрался очень солидный такой состав этой нашей беседы. Это ученые и исследователи, которые приехали на пятую конференцию СЭС. И у нас здесь есть гости этой конференции, исследователи, которые здесь работают у нас в республике Татарстан. Джон, хотели бы, чтобы вы нам рассказали о целях, задачах этой конференции. И хотелось бы услышать, почему она проходит именно в Казани в этот раз. Наше общество по изучению Центральной Азии, Евразии, это уже почти 20 лет существует. Начиная где-то 10 лет назад мы начали провести в регионе той же конференции. Это пятая такая конференция. И это для нас очень важно, чтобы это проводилось именно в регионе, во-первых, потому что это дает больше возможности общаться с учеными из этого региона. Казан оказался хорошим вариантом, в частности, связанным с тем, что здесь хорошие коллеги. На данном этапе есть даже член нашего совета, один из членов, это Лила Алмазова, которая работает в Казанском университете. И благодаря ее поддержке и поддержке, которую она получила от университета, то создавалась очень хорошая возможность провести и здесь тоже конференции. И тем более, как это открывает больше возможностей, именно северная часть Центральной Азии. Раньше были конференции в Бишкеке, в Тиблисе и в Ангаре. Было даже в первые в России очень подходит, чтобы это было именно в Казани. Все-таки какую вы видите ключевую цель именно для этой конференции, которая проводится в Казани? Эти конференции в целом, можно отметить, что главный цель конференции – это общение и дать ученым возможность узнать, чем занимаются другие свои коллеги, текущие работы, новые проекты, до того, как это даже печатается. И дает возможность обсуждать эту работу, улучшить эту работу при хорошей критике. И тоже возможность создавать новые научные отношения, начинать новые проекты и так далее. Это такие моменты, самые главные конференции. Что именно в Казани, это отражается в конференции в том, что есть очень хороший поток панелей, секций по тематике ислама. То есть, это самая, я бы сказал, сильная часть конференции в этот раз. Целый ряд панелей, которые обсуждают и исторические вопросы, и современные вопросы. Но это, конечно, связано частично с тем, что такое место, которое важно для изучения ислама в регионе. И я уже не могу не воспользоваться тем, что с нами здесь присутствует один из главных специалистов по изучению ислама в нашем регионе, Майкл Кемпер. И главный вопрос нашей передачи я хочу сразу адресовать к вам, Майкл. Могли бы вы в нескольких фразах охарактеризовать, какой же он, ислам у татар? Нет. Ну вот, и мы можем на этом завершать наш разговор. Ну тогда, в нескольких тогда словах, я вам разрешаю, пожалуйста. Ислам всегда разнообразен, да, если мы смотрим на историю ислама в татаре. Всегда были разные движения, суфистские, теологические, правовые, и они все сочетаются в одно целое. Но это, там есть динамика, и она продолжается и сегодня. Значит, вот этот вопрос, да, ислам не единый, есть разные исламы. И люди свободны исповедать, искать для себя тот ответ на вопросы жизни, которые они думают больше приспособливаются к данной ситуации. С своим другом Юлаем Шамриле ездили в старо-казанское городище. И вот я был поражен, когда мы поднялись на место, где захоронены святые, известные по татарской истории. Там есть молельная комната, и на молельной комнате есть надпись. Никаких тряпок не вешайте, написано. Немножко продвинулись на место, где как раз захоронение. Все деревья развешаны разными тряпками. Если бы не было мусульманских атрибутов, я бы думал, что мы на Алтане находимся. Это как раз проявление местной специфики у ислама, на самом деле. Мы наблюдаем воочию. То есть здесь исламские традиции имеют и этнический разрез свой. И таких вещей у татар достаточно много. Я как этнограф могу сказать, что в других регионах, где проживают татары, есть другая специфика тоже. Можно дополнить, да? Я хотел бы дополнить по поводу тех традиций, которые в последнее время начали формироваться вокруг Иске Казани. Дело в том, что они, ну, трудно сказать, связаны с исламом или нет. Скорее всего, дело в том, что недалеко от Старой Казани ежегодно приезжают и тусуются, так можно сказать, представители языческой культуры. Турско-языческой культуры, то есть это носители этнические татары, но себя позиционируют как представители языческой культуры. И вот использование этих традиций, да, то есть привязывание этих тряпочек, я беседовал с этими людьми, они связывают это с тем и уверяют нас, что единая религия, мусульманская, тюркская, древне-тюркская религия. И вот они как-то вносят новые элементы в специфику ислама на территории Заказания. Хотя представители уже мусульманского культа, конечно же, с этим не согласны. И в последнее время как-то возникают даже какие-то вот у них споры, надо это исламской культуре на территории Заказания, не надо. Поэтому здесь я бы сказал, что это какое-то что-то новое, какое-то явление, которое появилось буквально в последние лет 10. Мы сейчас больше говорим так в исследовательском плане, что такое ислам для татар. А мне интересно услышать вот ваше мнение, уважаемый Юлай Афенде. Вы как этнический татарин, родились в татарской семье, хоть и не в Татарстане, а в Америке. Но тем не менее, что для вас ислам у татар? Спасибо большое за вопрос, Бигзур Ахмад. Это очень интересный вопрос, потому что для меня, как человек из татарин, из диаспоры, то, что я видел, как человек, который родился в Нью-Йорке в 1098 году, это пережитки ислама 19-го столетия, я думаю. Потому что с одной стороны мой отец родился в России, и он попал в плен во время Второй мировой войны, но его знание ислама не было так глубоко. Это был советский человек. Но моя мать родилась в Благовещенске, на Амуре. Она жила в Манчжурии, в Харбине. И там сохранилась исламская жизнь из пензенской губернии или других регионов. И то, что характеристика этого ислама, этого вида ислама, этого одного случая ислама, потому что ислам, я согласен с вами, что это очень разнообразный, что было важно для них. Скажем, в четверг вечером от Накич всегда или моя мать, или мой дядя, или кто-то, мой дедушка, они всегда принимали баню, а потом ночью прочитали Куран. И в пятницу это всегда был специальный день. Была какая-то традиционная еда. Но какая еда, если это парамач или что-то другое, всегда говорят май исичек сын. Май исичек сын, это чтобы был запах масла. Чтобы улучшил запах масла. Это для рухов. Это явление у татар. Но я тоже знаю, что это существует... Это языческое. Да, это да-исламское. Но это смешано с исламом. Потому что в пятницу, это как религиозный день. Это может быть парамач, это может быть что-то другое. Но я самими своими глазами видел, как это еще существует у казаков. Когда моя мать покойная умерла, что сделали тогда. Или у карачайцев, я знаю, что такой термин, такое выражение существует. Значит, есть и исламская сторона, и есть да-исламская сторона. Это одна вещь. А, конечно, скажем, когда я был маленьким, у нас были разные праздники. Ну, конечно, Рамазан и конец Рамазана, Гаяткина или Курбан-Байран. Это существует, но тоже существует Мавлиткина, Мавлитин-Наби. И это тюрецкая или татарская поэма в честь рождения нашего пророка Мухаммада, Хазрати Мухаммад. И это совсем другое явление. Это не существует у арабов. Я как ученый, не как татарин из Нью-Йорка, маленький татарин из Нью-Йорка, из Бронкса. Я сейчас знаю или понимаю, что это было написано в начале 15-го столетия. Я сам связываю это явлением чумы, что это связано с религиозностью, и смертью, и так далее. Но в Турции, или в Нью-Йорке, или в Татарстане, или в Средней Азии, это прежде всего религиозность, это култ нашего пророка Хазрати Мухаммад, это уважение его, это, может быть, выражение любви к нему. Я вижу, что это существовало не только у татар, потому что это не только тюрецкое или татарское явление, это даже трансрегиональное, накшпандийское явление, по-моему. Мы сегодня говорим про евразийский компонент, и можно ли, наблюдаем ли мы здесь какие-то евразийские элементы глобализации, либо сегодня уже это все отходит на второй план, и мы должны говорить об общемировом тренде. Вот кому этот вопрос, наверное, следует адресовать? Может, и вам, Михаил? То, что если мы видим, что раньше эти тренды, они распространялись на территории Евразии, то сегодня можем ли мы говорить, что такое что-то явление существует в наше время, или мы сегодня это все уже уступили общемировым трендам? Сначала нужно сказать, что наше общество, Central Eurasian Studies, не имеет ничего общего с евразийством. Наше научное общество – это Area Studies. Мы думаем, что с нашей научной техникой мы можем и работать в Киргизии, и под Москвой, и на Дальнем Востоке. То есть Area Studies – изучение территории? Изучение определенной территории, людей, которые имеют общность. И это мы видим на конференции, на пенелях. Люди, которые работают о шиизме в Баку, могут свободно найти параллели к работам, которые ведутся под Перми, например. Значит, с нашей научной точки зрения, это единое пространство, которое имеет общие исторические корни, и это опять, конечно, историческое наследие, а где еще есть параллели и сегодня. Это в основном тоже языки. Русский язык имеет большое распространение, как и тюкзские языки, и еще другие. Это одно. И другое – это, конечно, условное понятие Евразия. Где она начинается, где она кончается. Если мы работаем о мусульманах в Москве, тогда, может быть, у нас ближе мусульмане в Нью-Йорке, потому что те же самые процессы, которые иммигранты, например, или приспособления особых меньшинств и так далее. Значит, это тоже глобальный феномен, как люди адаптируются к меняющимся положениям. И вот эта глобализация… Россия, конечно, сейчас страна, которая очень сильно привлечена в глобализацию. Как и Казахстан, здесь очень большая группа ученых, молодых ученых из Казахстана. На конференции. На конференции. Они блестяще знают английский язык. Значит, у них уже совершенно другой горизонт мировоззрения. Они имеют другую методологию. Они знают, они могут сравнивать. Central Euration Studies, как area, как исследование определенной территории, это тоже уметь сравнивать. Значит, вне рамки татароведения, например. Традиционно, 25 лет после распада Союза, в Узбекистане занимаются Узбекистаном, в Казахстане занимались Казахстаном, и в Башкирии, конечно, Башкотустаном. Мы все думаем, что будет очень хорошо и полезно, если мы можем выйти из этих национальных рамок. И я думаю, что в этом лежит основа популярности вот этой ассоциации. Спасибо. Извиняюсь, это связано не столько с методологией. Вот я занимался проблемой сиидов, и могу сказать, что и исторический бэкграунд позволяет, на самом деле, на очень широкой территории изучать явления. Потому что исламизация Золотой Арды произошла под влиянием сильного Хорезмского региона. И поэтому, если вы посмотрите, то, что пишут казахи о сиидах, это тоже самое связано, что и как и у татар сиидов, те же самые общие корни, очень сильное взаимовлияние. Поэтому нельзя сказать, что глобализация происходит только сейчас. И старые следы тоже есть. Абсолютно верно. Но мы, Дамир, мы с вами, конечно, другое поколение. Мы должны передать этот большой горизонт. И вы исключение, конечно. Вы занимались теми регионами. Но нужно передать вот это мировоззрение нашему молодому. Ну, согласен, да, это да. Спасибо, да, коллеги. Дорогие друзья, к нам еще присоединились наши гости, участники конференции. И это не случайно. Потому что вот именно сейчас мы переходим от обсуждения темы территориальной общности к временным моментам, которые тоже оказываются очень относительны. И прошлое уже соединяется с настоящим, и время сжимается на наших глазах. Из территориальных рамок ограничений или, наоборот, отсутствия этих рамок переходим к теме отсутствия временных рамок, чем свидетелем, чего мы являемся в наше время. И я с удовольствием передаю слово нашему гостю Айрату Габитовичу Сиддикову. Айрат Габитович, вы археолог. Археология, ну, это, наверное, область исторических наук, которая занимается самым древним пластом, да, пожалуй. И многое то, что сейчас делается в Булгаре, в том числе это ваша заслуга. И как научная, так и организационная. И удивительно, что человек, который занимался самым древним пластом, сейчас, получается, вы занимаетесь самыми актуальными вопросами, в том числе связанными вот с Булгаром. Сейчас вот у нас уже утверждена Булгарская Исламская Академия. И как центр всемирного культурного наследия, Булгар – это такое уникальное для нас, очень ценное явление. И вы точно так же обосновывали то, что создание и строительство Булгарской Академии не противоречит Булгару как историческому культурному памятнику. И в связи с этим хотелось бы, было бы вообще интересно услышать, а вот как вы видите специфику исламу у татар, исходя вот из специфики вашей работы, исходя из того, как вам удается это соединять, вот эту историческую специфику и современность? Спасибо за вопрос. Я хотел бы и приветствовать коллег, которые сегодня здесь собрались. И, наверное, даже перед тем, как ответить вопрос, несколько слов хотел сказать о конференции. Действительно поставлена цель с конференции, обозначенная как форма общения. Это, наверное, одна из самых дорогих вещей, которые вообще возможно иметь человеку, потому что именно в общении возникает отношение, отношение, и отношение приводит к новым результатам и пониманию самому между людьми и в движении. И, конечно, сама проблематика, обозначенная вот по центральному региону, это центральная Евразия и сама ассоциация вызывает именно такая формулировка видения этого вопроса. Также интерес, с учетом того, что, как вы правильно сказали, в Казани эта тема всегда была актуальна. Актуальна, как в работе Казанского университета, еще императорского в XIX веке, появление восточного разряда, это было не случайностью. И, конечно, обращать внимание на то, что это было актуально и для татарского народа. Если мы посмотрим татарских ученых в конце XIX, начало XX века, у них подход именно к истории татар как к евразийской проблеме, не истории отдельного народа, о проблеме континентальной. Именно вот этот подход, он в Казанском университете был частью исследовательского подхода, методологического подхода. И работа коллег, конечно, здесь с современной точки зрения также привлекает интересы. И те методические и фактические доработки, которые имеются и в историографии, и в потенциале исследователей Казани, как раз, наверное, в симбиозе работы и конференции и других найдут свой интерес и приятие, и дальнейшую работу. Что касается вопроса, связанного непосредственно с мусульманской культурой, конечно, Поволжье в этом вопросе для Восточной Европы занимает исключительное место и в истории, в археологии изучения. Мы можем достаточно точную и привязки к дате говорить, 922 год, но так или иначе это событие предопределило развитие татарского народа и многих народов региона. Я просто поясню, 922 год – это официальная дата принятия ислама волжскими булгарами. Да, и само по себе явление носило, конечно, более ранний характер, об этом мы тоже фактически хорошо знаем. 922 год – это было именно явление государственного акта, а мусульманизация была достаточно длительной и долгой, и проникновение шло в результате контактов, которые переживали тюркские племена, и конкретно болгарское объединение различных племен в это время. И мне это все сказалось на этих событиях. И весь этот феномен появления ислама, он очень четко фиксируется в истории болгара на всем его протяжении. Это жесткая, ортодоксальная форма погребального обряда. Практически с X века в центральных захоронениях мы крайне редко встречаем какие-либо откровления погребального обряда. Это яркий показатель о существовании жестко-канонического и существовании определенной отслеживания обрядовой стороны. Есть определенные нюансы, я сейчас о них не буду говорить, это отдельная тема для обсуждения, которые и в погребальном обряде отражаются у региональности специфика, которые имеются только здесь, еще в домогольское время. Также болгар, заняв особое место в истории региона, он занимал особое место в духовном представлении, именно как центр образования и культуры. Это мы можем увидеть в многочисленных низбах болгарских ученых, известных по арабским письменным источникам. Это яркий показатель влияния духовного составляющей болгарского болгара и волжской Болгарии в целом, которые были включены в общемусульманское пространство того времени. И бесспорно вот эта вся тенденция и сыграла, и играет то место болгар, которое занимает в культурном пространстве идентификации и татар, и мусульман, так как в последующем история развития болгара обозначилась тем, что став духовным центром образования, культуры, проявлением ее мусульманской составляющей, это место в последующем станет местом притягательным людям, которые отдавали дань этому месту как место знания, место того, где похоронены предки. И паломничество болгар в сам город непосредственно, его остатки было непрерывным. И, опять же, документально мы знаем, что существовало люди, которые поддерживали это. Даже у татарских авторов 17 века в их поэмах упоминается о выделении денег для подновления сохранившихся руин в болгарах. Это показатель. То есть осознание болгара как место исламской культуры, духовности у тюрок-поволжей, у татар, оно было составной частью культуры. Даже в 80-е годы поток посетителей в болгар, именно относящихся это как место духовности и знания, не иссякал. В советские годы, 70-е, 80-е, 50-е, 60-е, пытались вводить ограничения, люди шли. То есть это очень глубокий пласт внутреннего сознания, который передавался, и к этому месту особо было отношение. И сегодняшнее его развитие переживает новую свою составляющую. Это уже новое. Сохраняясь традиция, она все равно видоизменяется. Это, наверное, объект отдельного исследования и анализы предполагающие. И, конечно, появление Духовной Академии на этом месте, мне кажется, является неотъемлемым этапом и, можно сказать, чередой тех событий, которые непосредственно привязаны к болгуру. Болгар, он сосредоточил в себе ту традицию, ту истоки этой традиции. В нем отражены ее изменения на разных этапах, в разных веках. И сегодняшнее сложение вот именно Мусульманской Духовной Академии и непосредственно в Болгаре представляется закономерным и естественным процессом. Сказать надо, что предки татар ислам принимали неоднократно. Это вот надо специально подчеркнуть. Мы знаем о принятии ислама кипчаками, скажем, кимаками восточных кипчаками в XI веке, потом в золотардынское время. И когда мы ведем речь о болгарах, не надо забывать, что то, что сейчас мы видим в болгарах, это золотардынское городище, на самом деле. И исламизация, которая произошла в Золотарде, отражается и на тех оставшихся памятниках исламских, которые там сохраняются. Поэтому я думаю, что шире подходят к вопросу. Хорошая научная дискуссия разворачивается на студии. Мусульманская культура, если рассматривать в положение, она представляет собой не только региональное явление, это явление, включенное в общемусульманское пространство. И я, когда говорил, я подчеркивал, что болгары – это были только частью того культурного пространства и представляли собой, вероятно, всю политическую только элиту большого объединения тюркских. И говоря о этапах, я об этом тоже сказал, этапность мусульманской культуры Поволжья переживала разные элементы. И о чем упомянул Намир Мавлевевич и период Золотой Орды, здесь надо рассматривать и шире эту проблему. Поволжская мусульманизация, ислам, она повлияла не только на ситуацию в этом регионе, она повлияла на весь тюркский мир Евразии. И татарская мусульманская культура, сложившаяся в ранние периоды, это явление, имеющий фактор своего влияния на всю Евразию. При этом надо подчеркнуть, что это не только евразийская и не только мусульманская проблема. Татарский ислам и особенно на кшбандийское направление суфизма оказывало и серьезное влияние на христианскую культуру. Мистические представления, которые формируются в христианском мире, в православной культуре России очень тесно связаны с мистикой, которая возникает в мусульманской культуре региона. И этот аспект, я думаю, историки тоже должны почаще обращать внимание. И Дамир Мавлевич, наверное, тоже этот вопрос, влияние ислама и его трансформации на соседние народы, также рассматривать не только в контексте болгар, а именно в широком понимании. Спасибо. Это очень интересно. Историки очень любят свой предмет. И обращение к истокам, обращение к прошлому действительно помогает нам найти ответы на многие вопросы сегодняшнего дня. И вот именно ответы на вопросы сегодняшнего дня нам интересны в первую очередь. И вы упомянули про традиции регионального ислама, традиции образования, интеллектуальную традицию. И то, что Булгарская Исламская Академия, она как раз призвана взращивать интеллектуалов нашего времени, мусульманских интеллектуалов. И это очень актуально сегодня, очень важно, не только для нашего региона, но и для мира в целом. И вот в связи с этим у меня такой вопрос к участникам нашего разговора. Мы знаем, что действительно у мусульман Волго-Уральского региона была очень интересная, уникальная интеллектуальная традиция в прошлом. Конец XVIII, XIX век, начало XX века. Можем ли мы говорить сегодня, что эти традиции могут находить продолжение в новых реалиях? И что сегодня среди мусульман России, Павловского региона, появятся новые богословы такого уровня, как Курсави, как Марджани, как Мусаби Геев и многие другие? У меня вопрос, скорее всего, сначала будет к тем, кто издалека смотрит на эту проблематику и очень глубоко ею занимался. И причем с такой большой любовью, удивительной для меня. Это удивительно, если человек по происхождению с нашего региона с такой любовью занимается этим наследием. Но то, что этим занимается европеец и так неравнодушен к этому предмету, значит, действительно там есть во что было влюбиться. Да, конечно. Здесь очень богатое книжное хранилище при Казанском университете. И вот эти рукописи показывают, что, например, Накшпандио, о котором упомянули вы, появились здесь только в начале XIX века. Да. Значит, эти традиции, на которые мы сейчас ссылаемся иногда, они тоже были новые в некоторые периоды. И поэтому ислам всегда меняется. Мы можем, конечно, ссылаться на эти традиции, но построить кое-что новое – это другое дело. Но я уверен, что такие новые тенденции будут и есть. Значит, поэтому мой аргумент – это всегда посмотреть на целый диапазон исламских течений и мод, и группировок, которые есть, потому что они между собой в дискуссии. Эта дискуссия дает плоды. Поэтому сосредоточиться только на одно, скажем, на суфизм или на теологию, это, наверное, исключает, маргинализирует много других вещей. Вот в этом мой интерес в татарскую культуру. Спасибо. И в связи с этим я хотела бы задать вопрос моей коллеге. Лейла, вы занимались именно татарским богословским наследием, в частности, творчеством Зияддина Камали, выдающегося татарского богослова, интеллектуала и очень оригинального автора, я бы так сказала. И также вы интересуетесь и современной исламской мыслью, вы стараетесь быть на пульсе, общаться. И как вы могли бы ответить на этот мой вопрос? Во-первых, вот эта специфика ислама в нашем регионе, которая была свойственна в прошлом, такой интеллектуальный характер, может ли это быть характерно и для настоящего времени? Очень сложный вопрос. Я тут, наверное, скорее соглашусь с Михаэлем и попробую побольше об этом поговорить, о том, что действительно считать исламской традицией. Тот же самый Камали, творчеством, которым я занималась, в свое время он был настолько нетрадиционен, настолько нов и настолько расходился с общим контекстом своего времени, что вы знаете, что устроили специальную травлю, когда он пытался публиковать свой перевод Корана на татарский язык, так что он даже заболел и не смог воплотить это в жизнь. Полемика была в Динвамагишат, в других газетах, против его тех или иных идей, которые он выдвигал, допустим, о том, что ислам меняется, о том, что шариат меняется, что есть неизменные основы религии и есть изменяющиеся основы религии. То есть я хотела бы сказать, что вот это вот желание держаться за традицию и от нее ниоткуда не отходить, оно действительно, наверное, движет общество назад, а не вперед. И поэтому, что сейчас, и чего придерживаться, каких концепций, да, вот у нас был один муфти, которого звали Эльдус Фаезов, к которому я прекрасно отношусь, он очень интересовался джадидским наследием, да. Мы с ним сидели, я помню, разговаривали, смотрели на рукописи, общались. Очень приятно было видеть человека, заинтересованного в татарской культуре. Но он, например, считал, что нам надо возрождать джадидское образование, да. Сейчас у нас другая тенденция, у нас другой муфтий, Камиль Хазрад Самиголин, и он больше воспитан на такой, именно таком мусульманском традиционном образовании. Сейчас на первый план выходят традиционные мусульманские средневековые, даже во чём-то источнике. То есть и предлагаются, допустим, какие-то академистские традиции возрождать в современном образовании. Всё это интересно, всё это действительно обогащает дискурс исламский, да. Но говорить, что мы вот эту традицию возрождаем, я бы не стала. Действительно, необходимо меняться. И вот, наверное, почему я и занималась творчеством Заяедина Камали, мне безумно нравится его идея насха. То есть он говорит, что насха — это не отмена и замена аятов Корана, да, а насх — это то, что присуще исламу изначально, это отмена всего, что мешает жизни, и замена его то, что максимально совпадает с современными тенденциями. То есть он говорит, что посмотрите, как, кстати, Бигиев говорил, что посмотрите, европейцы, они более мусульмане, чем мы, потому что они двигаются вперед. И если мусульманский мир находится под колониальным владением западного мира, это значит, что мусульмане что-то забыли, что-то очень самое важное. То есть вот постоянные изменения, постоянный поиск, я думаю, что это то, что действительно могло бы быть таким трендом ислама в Татарстане, и было бы здорово. Лично это мое такое пожелание. И вот в связи с этим вопросом, да, не получается ли, что сегодня разговор о том, в какую сторону нужно смотреть, да, наш ислам, да, и система образования в исламе, не получается ли, что это просто выбор между разными концепциями прошлого, разными подходами, которые были. И если нет, то, как бы, видим ли мы сегодня, что какие-то новые ответы появляются на эти вопросы, или же это все-таки выбор из тех ответов, которые были более-менее в древности или более-менее в современности, но так или иначе в истории. Дело в том, что мы вместе с Резидой уже давно занимаемся так или иначе исламским образованием, и сейчас тенденция, они, конечно же, не возрождение джидидизма или академизма. Сейчас тенденции вхождения исламского образования в единое европейское, ну, европейское в том числе, но тем не менее, больше всего российское образовательное пространство. То есть все УМК, все учебные планы, они все подводятся под такие стандарты, которые приняты в светском образовании. Поэтому я думаю, что это однозначно поиск нового, и тут вот как раз и джидидское наследие, и академистское наследие, и современные иностранные достижения в этой области, и Диабандийская школа, и Алясхар, да? То есть сейчас идет поиск, и в принципе вполне динамично. В связи с этим у меня вопрос к нашему гостю из Крыма. То, что, как уже говорилось об истории, да, что можно, наверное, какие-то параллели выявить в системе исламского образования между татарами, которые проживали в Крыму, и крымским татарами, да, и вот поворским регионом. Можете ли вы отразить те процессы, которые происходят сегодня в Крыму, и насколько они отражают те же процессы, которые в нашем регионе происходят, насколько это параллельно или нет? Есть ли общее и что-то особенное отличающееся, да? Спасибо за вопрос. Ну, конечно, общее есть, потому что было очень много пересечений в истории, очень много было заимствований, каких-то контактов довольно тесных. Конечно, общее есть. Вот даже сегодня в рамках конференции мы обсуждали вопросы, которые настолько общие для обоих регионов. Мы сегодня говорили о традиционном исламе. Этот дискурс традиционного, нетрадиционного, он точно такой же. То есть в Крыму об этом говорят на протяжении всех последних лет, что мы возрождаем, какой ислам, если традиционный, то какая традиция должна быть взята за основу и так далее. Абсолютно те же самые дискуссии вокруг соотношения этнического и религиозного идентичности татар, что там, какое место должна занимать религия и какие-то традиции в самоидентификации. Те же самые проблемы связаны с вызовами современности. Готовы современные богословы, современные представители религиозной сферы отвечают на вопрос современности. Насколько они подготовлены, насколько они понимают те вызовы, которые стоят сегодня перед нашим народом и вашим в том числе. То есть те же самые абсолютно проблемы. А разница, я думаю, знаете, состоит в том, в чем, я уже действительно не первый раз приезжаю в Казань, и вот что бросается в глаза здесь, и вот первый момент, особенно когда я приехала, еще было несколько лет назад, это то, что вы действительно очень глубоко начали изучать свою историю, свои традиции, свои религиозные традиции. То есть вот эти вот исследования, связанные с какими-то достижениями, наследием ваших мыслителей, они вот поставлены достаточно хороший уровень. Я вот такой вот белой завистью слышала презентации людей, которые ехали в различные антографические экспедиции, где они находили рукописи, с которыми потом работали. Вот, к сожалению, мы этим похвастаться не можем, потому что, то есть вот такого наследия богатого в Крыму не сохранилось, то есть оно есть, но оно не в Крыму, оно далеко за пределами, где-то в Москве, где-то в Турции, где-то в европейских каких-то библиотеках и так далее. Но вот какой-то такой вот систематической работой по открытию, новому открытию своего наследия пока, к сожалению, в Крыму не проводится, но вот эта тенденция прослеживается. То есть сейчас это стоит на повестке дня, и я думаю, что ваш опыт татарстанский в данном случае мы будем, конечно, заимствовать, это то, от чего мы можем отталкиваться, это то, что мы можем приводить в пример, чтобы обосновывать необходимость движения вперед. Но одновременно, конечно, мы будем пробовать учитывать и ваши проблемы, и сложности, и трудности, с которыми вы сталкиваетесь, то есть нам проще. Мы можем уже брать какой-то, может быть, готовый опыт. Спасибо. И я хочу тот же вопрос адресовать уважаемой нашей коллеге Светлане Исмаиловне. Вы тоже не первый раз в Казани, ну и вообще у нас корни единые, балкары, булгары, татары. Если есть какая-то специфика наша местная, как вы ее видите? Я действительно очень люблю Татарстан, Казань. Мне кажется, это имеет исторические корни, потому что золотая орда, о которой здесь говорили, булгары, о которой мы говорили, да, потому что это все очень давние связи идут, и ислам на Северный Кавказ пришел в том числе и через Золотую Орду и укрепился, но окончательно мы горские татары, как нас называли, еще в 19-м, начале 20-го века, укрепился он окончательно в 19-м веке, и Казань, Татарстан, был учебным исламским центром для Северного Кавказа, в том числе, потому что я еще застала людей, ну, уже в преклонном возрасте, которые в 20-е годы прошли обучение в Медресе в Казани, и они были одни из самых подготовленных на местах. Кроме того, сами татарские мулы тоже работали на Северном Кавказе, изучали, обучали, жили в селах, обучали исламу, Корану, читали и служили имамами. Кроме того, татары, предприниматели, купцы на Северном Кавказе тоже были очень сильно представлены, и вот я бы хотела сказать, это Соседняя Республика, это Владикавказ, Осетия, там мечеть в городе Владикавказе построена татарским купцом, который жил во Владикавказе, она построена как она аналог Каирской мечети, он за собственные средства построил. Ну, Рихиро, вам вопрос, как представителю самой дальней части Евразии. На самом деле, этот вопрос достаточно давно меня интересует, я думаю, что сегодня, возможно, я получу на него ответ. Те народы, те культуры, которые существуют на территории Евразии, есть ли какая-то между ними действительно связь, если она есть, то чувствуют ли эти народы сами ее, и если чувствуют, то как это влияет на их самоидентификацию, то, что они являются частью Евразии. поэтому я бы хотел связывать ваши вопросы с этим, общим нашим разговором. И я при этом присоединился к мнению представительницы Каверна-Баркарии, вот, татарские копцы действовали на Северном Кавказе, и, ну, конечно, как нам известно, татари действовали везде, как бы, они умели вот кататься по огромному пространству, вот, именно, мы забываем, мы сейчас, мы говорим, просто, сейчас мы говорим о татарстане, но нельзя забывать, что вот татари могли действовать именно по пространству Российской империи, и, конечно же, вот, Советского Союза, и, вот, именно при этом татари могли создать некий модель, всегда, татари почему-то стремились и стремятся к созданию некого модели, ну, может быть, мы можем включить вот этот лист, но, может быть, диагнозизм или взаимоотношение между мусульман с государством вокруг духовной правления мусульман, и можно говорить, что вот даже во время революции кто экспортировали вот революцию например в сторону Средней Азии татарей, которые находились в Красной Армии, это не секрет, это вот отдельные книги есть, вот, и, конечно, вот, распада Советского Союза вот татарцы, конечно, предлагали, предлагали, татарский модель, вот, национальной самоопределенности, и потом же вот начинается вот говорить о евроисламе и традиционном ислам, вот, и все, ну, и вот народы, которые находятся вот именно в постсадарском пространстве, именно смотрят на татар, и что, о чем татари говорят, именно об этом, именно это свидетельство о том, что вот татари действуют некие, как бы, звено, которое позволяет вот взаимные неоднозначные вот такие взаимоотношения между с другими народами, но особенно с мусульманскими народами. Спасибо. Очень интересно получается, что вот таким объединяющим началом Евразии послужили татары. в какой-то мере по вашему ответу. Со стороны виднее, так что очень интересная идея. Дорогие наши друзья, коллеги, дело в том, что в поисках ответа на поставленный нами вопрос иногда мы начинаем понимать, что недостаточно чисто научных подходов. Иногда искусство, творческий подход иногда дает неожиданный ответ на то, что невозможно найти интеллектуальным путем. И вот у нас есть такой проект. Мы хотим создать фильм, многосерийный фильм, который будет состоять из многих серий коротеньких, где мы будем поднимать разные вопросы, связанные с исламом в нашем регионе, и на основе многочисленных интервью, которые мы берем у наших героев, пытаться понять, что же это такое ислам у татар. И вот в завершении нашей передачи я хотела бы показать вам ролик этого фильма, промо-ролик. И после того, как мы его посмотрим, у меня будет всего лишь один вопрос ко всем участникам, и у кого есть возможность, очень коротко я надеюсь, что вы ответите на этот вопрос. Каким должен быть этот фильм, чтобы он сумел ответить на наш вопрос? И вот, значит, вопрос такой. На ваш взгляд, мы очень давно работаем над этим фильмом, мы сменили много рабочих групп, я вам честно говорю, я раскрою вам секреты кухни, всего этого процесса, Лейла Ильдусовна прекрасно знает, в каких муках идет творческий процесс, так и должно быть. И вот, на ваш взгляд, каким должен быть этот фильм, чтобы он дал ответ на поставленный нами сегодня вопрос, какой он ислам у татар? Какие есть варианты? Кто бы рискнул быть первым? Такой блиц, наверное, да? Блиц, да, очень коротко, блиц. Давайте. Я уж осмелюсь, но... А давайте послушаем мнение, да, молодого поколения, каким вы видите ислам у татар сегодня. Во-первых, хотел добавить один важный момент. Есть многие исследователи, здесь ученые и так далее, но забыт такой маленький пласт, который становится все больше, это именно интернет-сообщество, интернет-пространство. И ислам у татар и живет в этом пространстве, в этих группах. И поэтому вот сейчас видно очень много пабликов о татарах, об исламе. И ученые, изучая, пишут статью, концепции, не замечают вот этого пространства. А он тоже существует. Также мне кажется, надо затронуть интернет-сообщество, блоги показать, показать, чем живет эти блоги, чем живет нынешнее поколение. Потому что после того, как появился интернет, интересные явления, вот даже вот эти тингрианцы, о которых говорят, а вот это движение Булгар, там Я Булгарин, там возвращение к стокам, это же все откуда? Из-за информационного голода. И через интернет люди находят для себя вот эту правду для них кажется. Ученые очень много концепций пишут, ну вот такого разжеванного вида для молодежи, потому что вы поймите, молодежь современная, почему ругает и аспирантов, может, и многие молодежь, время идет вообще очень быстро, ему надо успеть на йогу, на фитнес, поговорить, походить, и поэтому не хватает вот таких маленьких, коротких, внятных, вот Ула Элдусона она знает про Индиан, с Индианой был проект, что такое культура татар, вот уже приближенно, да, то, чтобы человек быстро все схватил и понял, понял, да, поэтому вот пожелание к этому фильму именно в этом, то, чтобы не забывали про такую аудиторию, как молодежь, у которого нет времени. Спасибо, спасибо, Рамиль, обязательно не забудем, ты будешь первым, у кого я возьму интервью, рэп, у меня есть такое чувство, что татарско-исламская цивилизация до революционного периода была гораздо богаче, чем сегодняшнее понимание ислама. Когда мы думаем о Шихабаддин Марджане, как не только специалист по исламскому праву, шариатов, но тоже национальный историк, если есть Шехсейну Ларасулью, который на Кшпанди Шех, если мы думаем о Мурад Рамзе, который живет в Мекке и переводит классики суфизма, если мы думаем, упоминаем Мусаяру Лабиги и другие, я думаю, что для разных людей может быть, даже они не мусульмане. Есть такое влияние или это не происходит здесь, но и за границей, что есть только один ислам, и это арабский ислам. Туркского ислама или татарского ислама или европейского ислама это нет. Татарская музыка это неинтересно, это может быть даже запрещено. Есть только одна вида одежды, есть только должна быть борода или что-то. Я иногда слушаю это. Когда мой покойный отец умер, я хотел пригласить из Масшида в Мадисоне кого-то читать Коран, потому что я сам не мог это делать красиво. нет. Мы будем читать Куран для вашего отца, но не в вашем доме. У нас есть свои традиции. Или читать Маулет, или Куран, или что-то дома, обществом, друзьями, когда есть покорение, какой-то свадьба, или что-то. У нас есть свои традиции. И то, что мне не нравится, это то, что когда говорят, что нет, такие традиции не существуют, или они не мусульманские. Нет, они мусульманские. Спасибо. Значит, показывать во всем многообразии эту традицию и в исторической перспективе, и специфику настоящего. По-английски есть очень важное слово diversity. И я всегда это повторю тренды diversity, diversity, diversity. Хорошо. Что? Я хочу добавить к тому, что я сказал. Я как этнокров хочу добавить. Очень часто иностранные ученые спрашивают, как же в советский период ислам все-таки выжил у татар. Настолько атеизм был силен, но на самом деле совершенно забывают, что в бытовой культуре ислам продолжал функционировать. Потому что я в своей жизни посетил более 500 татарских деревень. И я помню, что дома ислам продолжал быть в разных формах, во время праздников всяких, имя наречения, обрезания. То есть в общественном пространстве невозможно было ислам культивировать, а дома можно было. Как круг родственников приходил на эти мероприятия. поэтому я просто хочу, что если бы вы смогли показать, надо поговорить со старыми людьми и спросить у них, как они эти обряды проводили в условиях атеизма. И тогда вы увидите, что на самом деле искоренить совершенно ислам советскому государству не удалось на самом деле. Это было невозможно, потому что многие вещи глубоко спрятаны. Вот одно предложение, другое предложение хочу сказать, вот все-таки в татарском мире были очень уникальные фигуры, надо суметь их показать. Вот здесь уже упомянулся Мусаджар Лабиги. Это же его взгляд на том, что милосердие Божье распространяется на все народы, а не только на мусульман. Это вообще-то весьма уникальный взгляд даже для современного исламского мира. Вокруг это могут быть большие споры. И что прийти к такому выводу должен быть какой-то цивилизационный бэкграунд, который помогал возникновению таких фигур. Я думаю, что вот эти уникальные аспекты татарских богословов необходимо показать молодежи и не только, и другим народам тоже показывать это надо. Тогда у нас будет другое представление, может быть. Рахмад я надеюсь, что мы вместе с вами это сделаем. Иншаллах. Не обязательно со мной. В том числе. Я скажу, как это нужно. У нас коллега с Крыма подняла очень важную проблему о составляющей, что первично, этническая, скажем, самоидентификация, или религиозная. Сегодня это очень важно, на мой взгляд, по той простой причине, что мне так кажется, что сегодня религиозная самоидентификация немножко выходит на первый план. Особенно это свойственно, скажем, молодежи, определенной части татарской молодежи, которая себя уже частенько не называет татарами. Они себя позиционируют как мусульмане. И мне бы в связи с этим хотелось пожелать, чтобы в этом фильме вот эта этническая составляющая все-таки сильно прозвучала. То есть мы прежде всего татары, по национальности Бога и расповедания, конечно, мы носители исламской культуры. Это во-первых. Теперь, во-вторых, сегодня, когда говорили о истоках вот того ислама, особенностей которой сформировался у татар, называли его здесь по-разному евроислам, продвинутый ислам. Я хотел бы здесь все-таки использовать такой термин как либеральный ислам. Он достаточно ярко выражен у татар, он был ярко выражен и в эпоху средневековья, и особенно это 18-19 начало 20-го века. Это формирование либеральных ценностей в обществе и в том числе проникновение их в ислам. И, наконец, третье мое предложение это, конечно же, показать хотя бы коротко тот пласт, который привел к формированию этих особенностей. Здесь без исключения должны прозвучать конечно же персоналии, в том числе из Крыма, Гаспуринский, без сомнения. Это джидидизм, причем джидидизм, хотя чисто внешне это было просветительское движение, но без сомнения имело такое синкретическое начало, то есть там параллельно с просветительством развивалось религиозное реформаторство и без сомнения оно тоже оказало очень сильное влияние на формирование исламской культуры. Вот, собственно, те предложения, которые мне хотелось бы озвучить. Большое спасибо. Спасибо, спасибо. Какие еще есть у нас рахмитые? Исходя из своего опыта общения с татарами, первое, вот мне кажется, было бы интересно показать то влияние татарского ислама, которое оно оказало на те же народы Северного Кавказа и других регионов. Я думаю, что самое важное это хотя бы один вот эта серия, да, это будет несколько? Это будет много-много серий, на всю жизнь нам это хватит, пока ответ не найдем. Хотя, я уверен, что они будут красивыми, это самое важное, конечно, и, пожалуйста, одна серия пусть будет веселая, легкая. Все дискуссии об исламе, это как будто кто-то стоит с ружьем. И я думаю, что религия это дело сердца и религия должна давать радость. И есть очень много аспектов в связи с религией, о которых можно улыбаться. Давайте улыбаемся больше. Спасибо. Ну, мы сегодня очень весело говорим на эту тему, мне кажется. Спасибо. Джон, у вас были бы какие-то для нас идеи? Да. Я бы хотел предлагать пару моментов. Во-первых, хотя мне кажется, что очень важно показывать, насколько это находится в среде, которая очень широко распространяется по не только региону, а миру. То есть мы уже говорили о том, насколько татары сами распространяются. И в Центральной Азии, например, татары играли очень большую роль в развитии ислама в XII веке, как Российская империя расширалась и до этого, и после тоже. И смотреть на татарский ислам, как что-то делано от других явлений в этом отношении, мне кажется, искусственно и не показывает, что здесь важно на самом деле. Второе, я хотел подчеркивать, что мы очень много говорим об идентичности, о политических аспектах, о разделении, разные направления, но для большинства мусульман все-таки самое, что важно, это, что вера дает надежду, смысл в жизни и дает красоту, и стоит посвятить это тоже внимание, то есть такие моменты, которые, ну, какой ролл религии играет в жизни, которые поднимают человека, которые связывают человека с другими и так далее. Мне кажется, что фильм должен быть легким, но не легкомысленным, то есть он не должен давить, подавлять какую-то свою академичность, он должен быть рассчитан на широкого потребителя, вот я здесь с Рамилем согласна, он должен быть очень динамичным, но одновременно он должен быть разным, аудитория должна быть широкой, разные социальные группы, разные возрастные группы, то есть, конечно, это люди, конечно, это памятники, причем как материальные, так и письменные, конечно, это обряды, то есть он должен быть разным, не зацикленным, но каких-то там только исключительно интервью, то есть он должен быть разнообразным. Спасибо, спасибо. Ну, мне кажется, у нас вот как раз и передача такая получается, разная, легкая, но не легкомысленная. Ну, что же, взгляд нашего коллеги из Японии, японский взгляд на то, какой он исламу татар и каким должен быть фильм об этом? Так, может быть, я, конечно, присоединяюсь к Джону, тут ислам соединяет, а не родине, родине людей, вот, поэтому я, конечно, я разговариваю с представителем Татарстана, не только с своими друзьями и представителями, официальными представителями я разговариваю, тогда они постоянно поддерживают, Татарстан работает мостом между Россией и Ближним Востоком, ну, или, если в широком смысле, то мост России с мусульманским миром. Татарская семья, тема образования и обучения, она занимает особое место, она связана со словом напрямую, и книжная культура, и все остальное, оно вытекает из части, вот то, что Дамир Мавлевеевич говорил, что сохранялась элемент и в советское время, отношение к образованию, это одно из проявлений, которое было связано с книжной культурой и отношением к знаниям. И в семье, когда в татарской семье есть ребенок, ему всегда родители поощряют и обращают внимание, что надо учиться. это часть своеобразия татарского ислама учиться и читать, и вот эта книжность татарская, это часть татарского ислама. Спасибо большое. Хотя наша передача условно называлась «Ислам у татар», но это очень условно. И слово «татар» здесь условно, и слово «ислам» здесь довольно условно. Если этот фильм послужит толчком для кого-то активизировать этот процесс поиска, я думаю, наверное, это будет самым главным результатом. А как думаешь ты, Амар? Я хочу очень поблагодарить уважаемых гостей, экспертов, ученых на то, что выделили время, ответили на наши вопросы, и мне кажется, даже нашим зрителям будет очень интересно посмотреть, как мирового уровня, можно сказать, академические ученые, академическое мнение на этот счет и сравнить со своей позицией то, как он видит ответы на эти вопросы в своей среде, на бытовой, сравнить их, увидеть что-то общее, противоречие, и, возможно, для себя сделать тоже какой-то вывод и на те вопросы, о которых и ты сейчас сказала, возможно, он углубится чуть более в ответах на эти вопросы благодаря нашей сегодняшней передаче. Поэтому спасибо всем большое за это, и мы ждем следующей передачи, когда будем обсуждать еще другие интересные вопросы с не менее интересными гостями. Да, и будем продолжать искать ответы на вопросы, которые были всегда и время которых. Искать ответы на вопросы, которые были всегда и ответы на вопросы, время которых пришло. Спасибо, что были с нами. Спасибо всем участникам. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова